Всем привет! Как вы думаете, что общего между электрической батарейкой и электронными лампами? Как вы думаете? Давайте немножечко уточню. Что является носителем электричества в проводах? Ну, многие вспомнят, да, конечно, электроны. Электроны у нас бегут от минуса к плюсу, а вот ток у нас протекает от плюса к минусу. Это для общего образования. А что же касается лампочек? Да, с помощью батарейки можно зажечь нить накала вот этой вот лампочки электронной. Это электронная лампа. А раз батарейка выдает нам электроны, то, наверное, общие у батарейки и у этой лампочки это электроны. Да, вот и нет. А еще есть нить накала вот в такой лампочке. Это лампочка накаливания, простая. И в ней носителем электричества по вольфрамовой спирали являются, конечно же, электроны. Классическая теория электричества говорит нам именно так. Именно электроны являются носителем заряда, который, протекая по вольфрамовой спирали, раскаляет ее. А откуда берутся электроны? Ну, скажем, от батарейки. И ничего, что это лампочка на 220 вольт. Мало ли, какая батарейка у меня в руках. Но а что же с этими лампами? И зачем они здесь лежат? Если с этими лампочками все понятно по части нитей накаливания, потому как они являются аналогами проводника, по которому бегают электроны, покинувшие батарейку, и эти электроны пробегают по нитям накала. Но это провода. А лампы? Отодвинем лампочку накаливания немножечко в сторону и рассмотрим радиоэлектронную лампу и кто в ней, внутри, является носителем того самого заряда. А те же самые электроны, они двигаются от анода к катоду благодаря высокому напряжению. И как в нити накала, так и в самой радиоэлектронной лампе носителем заряда являются электроны. А что же батарейка? И какой лампочке эта батарейка больше родственников? А вот этой. Несмотря на то, что это радиоэлектронная лампа, в ней носителем заряда являются ионы. И внутри батарейки происходит химическая реакция, которая перемещает именно ионы, а не электроны. Избыток электронов образуется у нас где-то на минусе и где-то на плюсе. Но об этом мы сейчас рассказывать не будем. Это секретная, очень секретная тайна, потому как ток у нас течет от плюса к минусу, а вот электроны двигаются от минуса к плюсу. И где их больше? Одному кулону известно. Так вот, что же общего между двумя этими предметами? Носители заряда. Давайте о них немножечко поговорим. Раз уж мы заговорили, что у батарейки и вот у этих газоразрядных лампочек носители заряда ионы, то давайте немножко их подробнее рассмотрим. Так как ни электронного, ни ионного микроскопа у меня под рукой нет, то мы будем рассматривать все на пальцах. Да, именно на пальцах. Давайте вспомним, каких носителей заряда вы знаете. Мы уже упомянули о носителях заряда в проводнике. Это электроны. Мы упомянули о носителях заряда в батарейках, в растворах и в наполненных газоразрядных лампах. Это ионы. Но тут многие наверняка уже либо погуглили, либо почесали репу и сказали, а есть еще такие дырки. Да, ребята, есть такие носители заряда, как дырки. Дырка предмет особенный. И вообще носитель заряда загадочный и непостоянный. Поэтому о дырках мы говорить сегодня не будем. И об них вообще мало кто знает, и даже теории мало написано. Дырочную проводимость мы уберем в сторонку. А вот не в сторонку мы поставим пару заряженных банок, между которыми разместим шарик. Вы наверняка помните такой опыт. Если на одну из банок подать высокое напряжение одной полярности, а на другую синей полярности, то шарик начнет между ними вот так вот тык-тык-тык-тык. Я, к сожалению, не успел собрать к этому ролику эту установку, но движение будет происходить вот так. Какая это проводимость? Правильно! Шариковая. Потому что носителем заряда здесь является шарик. Правда, носителем заряда здесь могла являться и шариковая ручка, и кубик, и мой палец. Но это я к слову. Но ведь шарик был носителем заряда. Даже расческа, которая гладит вас по волосам, тоже носитель заряда. Ну а что же с ионами, протонами и электронами? Давайте. Хотя протоны у нас не бегают, ну, кое-где водятся, то мы рассмотрим чертеж. Без чертежа это все ерунда. Я быстренько намахал вот такой вот чертежик радиоэлектронной лампы, которая состоит всего лишь из нити накаливания. Ну, это чтобы подогревать вот этот вот очень такой редкоземельный катод. Катоды специально покрывают всякими металлами, энергия выхода электронов из которых, ну, из металлов, очень мала. Ну, то есть подогрели, и электроны начинают выходить из себя и из металла. Но благодаря приложенному напряжению, если его приложить, эти электроны начнут куда-то двигаться. Если не прикладывать напряжение сюда и сюда, то электроны, выйдя из металла, немножко поболтавшись в безвоздушном пространстве, вернутся в этот металл, потому как все должно быть в равновесии. Но вывести эту систему из равновесия может внешний источник питания. Например, батарейка на 300 вольт. Есть такие батарейки, хорошие, наверное. Так вот, если мы приложим батареечку плюсиком сюда, а минусиком сюда, ну, потому как здесь электроны и здесь минус, то эти электроны под действием возникшего электрического поля начнут устремляться к противоположности. А что есть противоположность минусу? Вот если у нас электрончик минус, это, конечно же, плюс. И именно туда, под действием электрического поля, полетят все наши электроны. Тут нам все ясно и понятно. Это была обыкновенникус электроникус лампикус. А что же у нас с проводом обыкновенным? Да с ним еще вообще все просто. Вот этот провод обыкновенный. И если мы приложим батареечку плюсом сюда, минусом сюда, ток пойдет через вот этот диодик вниз, а вот электроны устремятся к противоположном направлении. И вот этот вот диодик поможет им, преодолев потенциальный барьер, который создается здесь вот, благодаря ПН-переходу, перепрыгнуть этот барьер и устремиться к плюсику. Там рекомбинировать и уйти либо в батареечку, либо в источник питания. Тут все просто. А вот с лампочками более красивыми, более изящными и более декоративными немножечко все сложнее. Итак, эту электронную лампу мы уберем в сторонку, тем более, что она даже не рабочая. А вот к этим лампочкам мы вернемся. Это газоразрядные, ионные. Как их там еще обзывают? В общем, это лампы, в которых источником света являются рекомбинирующие ионы. Я прекрасно понимаю, что теория скучна без практики, поэтому давайте, во-первых, к концу ролика я обещаю вам красивый эксперимент, а для разбавления пейзажа я включу здесь ту самую ионную лампочку. Смотрите, как симпатично светится ионизированный газ. Вот под моими пальцами возникают такие красивые сполохи. И газ светится не по всей колбе, а лишь там, где либо я прикасаюсь, либо где находится вот тот подающий энергию электрод. Разбавили немножечко науку, а теперь продолжим теорию. Газоразрядные лампочки тем и хороши, что носителем заряда в них является ион. Ионы являются носителем заряда и в батарейках, как вы помните. И они ведут себя следующим образом. Многие прекрасно знают, что если пытаться батарейкой зажигать вот такие вот газоразрядные лампочки, то ничего особенного не выйдет, если напрямую. Надо повысить напряжение. А для чего это напряжение нужно? К примеру, напряжение в 0,7 вольта нужно для того, чтобы преодолеть потенциальный барьер вот в таком полупроводниковом диоде. Будет напряжение меньше 0,5, и через этот диод ничего не потечет. Да, подсоедините диодик к севшей батарейке, и он просто напрочь ее отключит. Так и здесь, так и в этих лампочках. Пока мы не преодолеем потенциальный барьер, который позволит одному из электродов, а тут все равно какие электроды, они у многих лампок симметричные, как вот здесь вот два лепестка, ну а в некоторых очень несимметричные, штырь и ведро. Так вот, мы поднимаем напряжение до тех пор, пока с помощью этого напряжения от иончика газа, а точнее от молекулы газа, вот тут я немножечко вас обманул, молекула газа, которая содержит и нейтроны, и протоны, и электроны, в обычном состоянии она уравновешена, и летает, занимая всю область газового баллона, ну точнее баллона вот этой лампочки. Но когда мы приложили напряжение, некоторые молекулы, находящиеся возле электродов, в зависимости от приложенного напряжения, где-то там плюс, где-то там минус, теряют свой электрон, то есть при высоком напряжении, одна из молекул газа, ну вот на самом деле многие, которые коснулись, допустим, вот этого электрода, а он заряжен по плюсу, то есть мы приложили высокое положительное напряжение сюда, и электрончик от такой молекулы отрывается, и эта молекула становится ионом, то есть молекулой заряженной, несущей не совсем тот заряд, но на самом деле положительный, если мы оторвали электрон. И вот эта молекула стремится под действием электрического поля, подобно вот этому электрону к противоположности и пытается ее достичь. Но так как здесь все заполнено газом, не плотно заполнено, иначе вообще ничего не будет происходить, ничего не будет светиться, эта молекула сталкивается с другой. Сталкивается с другой, и благодаря той энергии, которую она приобрела за счет электрического поля, она, ударившись в такую молекулу, как вот шарики стальные, забирает у этой молекулы электрон к себе, а это теряет электрон, но этот процесс еще сопровождается испусканием красивого оранжевого кванта, если это у нас неоновая лампочка. То есть вот это вот красивое оранжевое свечение это бесконечное соударение молекул ионизированного газа с молекулами не ионизированного газа. Ну в данном случае это неон, светится оранжевым светом. И максимальное число соударений происходит именно в области рекомбинации. Что это такое? Звучит громко, загадочно, но выглядит вот так. Я нарисовал вот такой вот грибочек, который имеет большую зарядную энергию, ну то есть к нему предложен, допустим, большой-большой плюс, и вокруг него летают молекулы газа. За счет того, что у нас есть второй электрод, здесь есть напряженность электрического поля, которая направлена от шляпки этого гриба в разные стороны, и вот эти молекулы, зарядившись отсюда, а точнее потеряв электрон, устремляются вдаль светлую, то есть по линиям напряженности электрического поля. Но при этом ударяются с другими молекулами, происходит вот этот процесс. Частота соударений, конечно же, находится вот здесь больше, а вот здесь меньше, потому как газ разреженный. И если бы у нас был плотный газ, то электроны, передавая свою энергию другим, не обеспечивали бы ток. А когда нет тока, нету процесса, нету реакции. Нету реакции, нету света. То есть, повысив давление, мы тем самым будем мешать ионизированному газу достигать своей цели, то есть подзарядиться здесь электрончиками, но при этом происходит вот такая рекомбинация именно вот в этой области. И светятся у нас именно электроды. Это напоминает, как распространение поганых новостей. Из динамика кто-то что-то услышал, передал другому, тот передал другому, но, как вы понимаете, всем передать эту гадкую новость или напряжение электрон невозможно. То есть, происходит такое разрежение. И вот в этой области между электродами свечения никакого нет. Там ионы свободно проходят туда и обратно, в зависимости от того, чего они приобрели больше. То ли у них оторвали электроны, то ли им дали лишний электрон. Все зависит от газа. И модель это, конечно, примитивнейшая. На самом деле, все происходит немножечко сложнее или гораздо сложнее, кому как понимается. Ну а теперь, как вы понимаете, мы переходим к практике. И тот самый обещанный опыт, который я вам обещал, я сейчас и покажу. Давайте посмотрим, как будут светиться разные газы и разные лампы под воздействием высокочастотного электрического поля. Вот горит индикатор. Он циферки показывает очень красиво оранжевым светом. Сейчас я его уберу в сторонку, потому как второй агрегат горит более красивым светом, но при этом более тусклым. Это практически лампа Тесла. Да, и все, что я показываю, это как раз и есть Тесла-агрегаты, которые работают на основе высокочастотных энергий. больших энергий достаточно безопасных, потому как опасные опыты проводить я не люблю. Вот, светится тут другая газовая смесь, о ней я уже рассказывал, и светится она совсем другим светом. Ну, а теперь давайте попробуем соединить все эти лампочки вместе и посмотреть, какая иллюминация у нас получится. Вот так вот более плотно сделаю и посмотрите. Вот так. Вот так. Сейчас сделаю ближе. Вот теперь мы можем наблюдать область рекомбинации. Бегающий огонек это максимальное количество соударений, он более яркий, а вот здесь такая оранжевая область это тоже максимальная область соударений, но в объеме ничего нет. То есть, как бы мы ни смотрели, как бы мы ни смотрели, объем этой лампы светиться полностью не будет. То, что я делаю контакт через стекло, это все нормально. Я образую емкостной проводник, который и позволяет делать вот такие удивительно красивые эффекты. Мне очень нравятся эффекты, которые получаются вот на этом стабилизаторе. Вот практически это лампочка Тесла, получилась. Жгуты не образуются, но я попробую сделать генератор так, чтобы в этой лампочке образовались жгуты. Газ, который находится в этом баллоне по своему составу как раз очень хорошо подходит, ну, совпадает по составу с теми шарами магическими, которые продаются у китайцев и, ну, продаются там в разных магазинах всяких электронных игрушек. Вот. Ну, конечно же, интереснее смотреть, когда возникает свечение между вот такими разного рода лампочками, когда их соединяешь проводами. Вот так вот. И хотя кажется, что свечение происходит по всему объему, на самом деле это не так. Как мы убедились, это области рекомбинации. Именно там и горит весь неоновый газ, и можно наблюдать вот такие вот красивые эффекты. Ну, а на этом все. Пока. Надеюсь, демонстрация вам понравилась, а теория не сильно вас утомила. Пока, ребята. До следующих встреч.